Добрый вечер! В прямом эфире новости на телеканале ТВ в студии Марина Павлова. Подводим итоги пятницы. Смотрите выпуски. Ольга Голодец на полуострове проверила, как входят школы-университеты в образовательный процесс России и как идет самая масштабная стройка за последние полвека в Артеке. Избила пенсионера из-за 250 рублей. 50-летняя жительница Кировского района задержана. Женщине может грозить наказание до 8 лет лишения свободы. В Артеке открыли три реконструированных корпуса лагеря «Лазурный». Красную ленточку торжественно перерезали в присутствии Ольги Голодец. В ходе рабочей поездки заместитель председателя правительства России проверила реализацию самой масштабной за последние полвека стройки на территории детского комплекса. Не обошла стороной учебные заведения. Как ялтинские школы переходят на российскую образовательную систему, Ольга Голодец проверила на школе будущего. Ялтинская школа будущего – экспериментальная площадка образовательного процесса. Здесь пробуют разные варианты педагогических технологий. Ученики уже усвоили модульное обучение, бейсбальное оценивание, проектную деятельность и многое другое. Сегодня, как все школы Крыма, и это переходит на российские стандарты. Кому-то переход удается легко, а кому-то не очень. Самые большие изменения школьники нашли в программах русского и английского языков. Они стали труднее. Многие дети уже определились со своей профессией, распределены по спецкурсам. Будущие врачи, журналисты и программисты – у каждого особая программа. Ольге Голодец сегодня здесь рассказали о двух новых экспериментах. Эксперимент по развитию творческих способностей учащихся и по внедрению медиаобразования в учебно-воспитательный процесс. Поскольку была создана модель школы будущего и качественного образования, и на базе этой модели, начиная с 2014 года, развиваются два этих эксперимента. Как отметила заместитель председателя правительства России, крымским школам необходимо было быстрее подключиться к электронным ресурсам российского образования. Попредметная система оснащена специальными электронными уроками. В то же время гостя подчеркнула энтузиазм работников сферы образования. А в Ялтинской художественной школе имени Васильева Ольга Голодец не могла не отметить талантливых детей. Но в каких условиях они работают, раскритиковала. Ученики здесь рисуют сидя, что может нарушить их осанку. Красную ленточку перерезают вожатые Международного детского центра «Артек». Сегодня там открыли три новых корпуса лагеря «Лазурный». Когда мы приехали сюда меньше года назад, то зайти было сложно. И ребятам было жить здесь абсолютно некомфортно. 26 апреля будет новая смена и обновленные корпуса, которые сохранили свой исторический облик, примут ребят. Был самым старым, стал самым новым. Краска на стенах только обсохла. Новая мебель и сантехника. Сюда уже в этом сезоне заедет первая смена. А капитально отремонтированные 10 корпусов лагеря «Прибрежный» сдадут к 15 мая. Здесь работа ведется, чтобы сделать более комфортные условия для детей. Ранее целому этажу приходилось делить один санузел. Сейчас будет выполнен ремонт, который приведет к тому, что каждая комната будет иметь свои удобства. Дети будут теперь располагаться и получать все в своих комнатах. 60 примерно детей. Это уменьшится количество детей за счет создания удобств. 60 детей будут жить в таком корпусе. В общем, в Артеке сейчас реконструируют 6 из 10 лагерей. Завершить планируют к 26 апреля. Работы ведутся в Озерном, Речном, Морском, Лазурном, Янтарном и Хрустальном. На общей площади в 50 тысяч квадратных метров. Кроме корпусов реконструируют спортивную инфраструктуру, в том числе крытый бассейн. На эти цели с федерального бюджета выделено более 18 миллиардов рублей. За прошлый год уже успели освоить 1 миллиард. Подобных инвестиций, наверное, Артек не получал за последние 23 года точно. А стройка такая последний раз была в 62 году. В этом году частично обновленный Артек готовится принять 20 тысяч детей. И исключительно на бюджетной основе. Хотя коммерческую в будущем могут и вернуть. У нас сегодня есть спрос на коммерцию. Мы проговариваем вот эти возможности. Но сегодня у нас полностью отдых будет на бюджетной основе. У нас объявлены условия предоставления путевок. Эти условия доведены до всех регионов Российской Федерации. Министерство образования самым жестким образом будет отслеживать исполнение. В Артеке должны отдыхать лучшие. И это заслуга ребенка, а не заслуга кого бы то ни было. Если ребенок выиграл Олимпиаду, если он победил в конкурсе, если он хорошо учится и является лучшим учеником, то он будет отдыхать здесь. В будущих планах также построить с нуля круглогодичный образовательный лагерь «Солнечный». Он рассматривался в проекте давно, но так и не был реализован. Образовательное учреждение совместят с кампусом. Построить его планируют в ближайшие пять лет. Юлия Попович, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ, Ялта. Свой визит заместитель правительства Российской Федерации завершила встречей с главой Республики Крым в Совете Министров. Там чиновники провели совещание. Подводя итоги, Ольга Голодец отметила, то, что она увидела в ходе рабочей поездки, ее не просто приятно удивило, но и превзошло все ожидания. Работа во всех структурах ведется четко, слаженной, без перебоев. Сотрудники госструктур трудятся в режиме нон-стоп. Работа очень много и она сложная, потому что одномоментно приходится переходить фактически на новое законодательство, на новое программное обеспечение. Очень много организационных вопросов. Но люди настолько четко собраны, организованы и хорошо работают. Я лично благодарила сотрудников пенсионного фонда и здесь работала вспомогательная бригада из различных регионов Российской Федерации. Мы приняли решение усилить сейчас, оказать нашим коллегам из Крыма еще помощь. Большой объем работы навалился. Мы же на каждом заседании Совета Министров заслушаем пенсионный фонд. И Людмиле Александровне Кудрявцевой говорим, дайте представление на людей, кого необходимо поощрить, поблагодарить. И это касается и пенсионного фонда, и федеральной миграционной службы. То есть там действительно люди такой трудовой подвиг совершают в этой части за относительно небольшие деньги, но работают круглые сутки практически стояло. Наши коллеги говорят, когда видят человека с кругами под глазами, это чиновники из Совета Министров. Кроме этого, сотрудникам пенсионного фонда постараются помочь и финансово. Поощрить работу тех, кто трудится сверхурочно. С таким предложением выступил Сергей Аксенов. И еще один визит в Крым прибыла министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Главный врач страны. Посетила несколько медицинских учреждений, различных по уровню и значимости. Побывала в крымских аптеках и проанализировала ценовую политику по лекарственным препаратам. Своими впечатлениями и планами на дальнейшую работу министр поделилась с журналистами. Особое впечатление уже не впервые на делегацию из Москвы произвел Республиканский перинатальный центр. Учреждение третьего уровня является основным по родовспоможению в Крыму и Севастополе. Оборудованием, медперсоналом и индивидуальным подходом к каждому пациенту Вероника Скворцова осталась довольна. Крымский перинатальный центр с уверенностью можно назвать одним из лучших в России. Не сомневается министр здравоохранения. Имеет уже сейчас телемедицинскую связь со всеми родильными домами первого и второго уровня. Отслеживает каждое рождение и каждую беременность. Хотелось бы сказать, что за несколько месяцев с прошлого моего приезда, визита, функционально этот центр стал еще более зрелым. И мы видим за 2014 год снижение дальнейших показателей младенческой и детской смертности. И материнская смертность остается одной из самых низких в стране. Ситуацию с лекарственным обеспечением в Крыму министр назвала стабильной. На полуострове имеется весь необходимый запас медикаментов до мая. 46 аптек предоставляют льготные препараты, которые тоже в наличии. Что касается цен, в некоторых случаях они увеличены больше, чем в два раза. Но эти лекарства не входят в список жизненно необходимых. Все препараты, которые учтены в перечне жизненно важных для льготного обеспечения, они имеются в ассортименте. Цена стабильная. Вообще значимого подъема цен в сегменте жизненно важных препаратов не возникло. Так же, как во всей стране. И с этим опасений никаких нет. Прогнозы от министра здравоохранения такие. Контроль за ценами Минздрав России будет осуществлять вместе с Госкомнадзором. И в результате конструктивной работы наценка в государственных и частных аптеках упадет до минимума. Александра Примякова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Процесс национализации различных объектов на полуострове завершен. Сегодня Госсовет Крыма последний раз принял в собственность республики различные объекты. Речь идет об автостанционной сети «Крымавтотранса», Ялтинской киностудии, имуществе компании «Киевстар», племенном заводе «Славная» в селе Стерегущая Роздолинского района, санаторно-курортных объектах Большой Ялты и ряде предприятий и зданий в Симферополе и Керче. В общей сложности в республике Крым было национализировано около 250 объектов, подавляющее большинство из которых ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому, деньги за которые поступят вкладчикам. Сегодня это просто ряд процедур, в отношении объектов, по которым была принята процедура принудительного выкупа, но собственники и не могут физически их предоставить, то есть документах, поскольку выкупов никаких не было. И мы просто заходим в тупик, поскольку они ничего не предоставляют, у нас дальше нет возможности оформлять их соответствующим образом. Поэтому было принято решение национализации. Собственник Ялтинской киностудии решил, коррумпировав судей первой инстанции, решил бороться в данном случае за свою ситуацию. Мы говорим, очень хорошо, привет судье, которые там приняли такие решения. Поверьте, это только начало процесса, мы заслушаем на государственном совете полностью расследование, после того, как эти решения будут отменены, то есть в данном случае выступим с ходатайством, лишив судейского статуса. Ряд лиц. Поэтому все мы объясняем, кто будет работать против государства, пусть на нас не обижаются. Разбить бутылку спиртного на голове знакомого. На такое дело пошла 50-летняя жительница одного из сел Кировского района ради выпивки. Женщина спокойно рассказывает о произошедшем. Выпивая с 38-летним сожителем, как водится, спиртного не хватило. Денег тоже не было. Разработали план – пойти к соседу, который только что получил пенсию, и забрать наличные. В гости явилась с чекушкой. Мы с ним выпили, и он сейчас отвернулся, я взяла бутылку и ударила по голове. Бутылка в древе. Я взяла вторую, а потом третью. Он потерял сознание, я его занесла, затащила в комнату туда. В доме нашла всего лишь 250 рублей. Следы преступления постаралась скрыть. Вымыла пол и ушла за новой порцией спиртного. 70-летний пенсионер выжил, но попал в больницу с разбитой головой. Он промыл, обрезал волосы и швы налаживал. Швы вам надо? Да, да. В четырех или пяти местах. Преступница оказалась с опытом, была судима за убийство. По факту разбойного нападения следственным отделом ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно санкции данной статьи, женщине может грозить наказание до 8 лет лишения свободы. Вы смотрите наши новости, не переключайтесь. Утопающие в мусоре детские площадки на Грессе. Почему не идут спасатели-дворники? Эксперимент в симферопольских троллейбусах. Алкотестер, GPS, навигация, датчики, подсчитывающие количество пассажиров. Теперь бюджетникам не стоит переживать. Заработная оплата будет выплачиваться вовремя. Об этом сегодня убедил журналистов и министр финансов Владимир Ливандовский. Все дело в том, что министерство уже перешло на новое программное обеспечение, которое позволит крымчанам выдохнуть с легкостью и получать заработанные ими деньги своевременно. Проблемы с выплатами заработных плат появились в связи с тем, что в декабре новая система финансирования дала сбой в программе. Теперь работа налажена. Уже с марта казначейство республики придет на новый, более усовершенствованный уровень. Благодаря этому получки работникам бюджетных организаций будут начисляться с точностью день в день. Эта новость может обрадовать не только бюджетников, а еще и тех, кому положена социальная помощь. Я так думаю, что это правильное решение, потому что мы железно знаем, что зарплата под нашим контролем в полном объеме. Мы по всем заявкам обеспечиваем эту заработную плату. То есть мы четко гарантируем, что заработная плата будет финансироваться в полном объеме. Задача главных распределителей бюджета расширилась. Теперь они будут контролировать использование казенных денег, потраченных на здравоохранение, образование и социальную сферу. С 1 января этого года система финансирования медицины в Крыму видоизменилась. Теперь деньги на здравоохранение поступают из таких источников, как средства муниципального страхования республиканского бюджета. Большую часть выплат осуществляет Фонд обязательного медицинского страхования. Ежемесячно в страховые компании поступают счета от здравоохранения за оказанную помощь крымчанам. Все муниципальные учреждения здравоохранения переданы в государственную форму собственности, то есть в собственность Крыма. Финансирование учреждений здравоохранения с 1 января осуществляется из трех источников. За счет Фонда обязательности медицинского страхования, средства республиканского бюджета, а также средства, приносящие доходы деятельности. Но есть и неприятные новости. В связи с изменением курса рубля перед Министерством финансов России стоит задача нелегкая. Речь идет о экономии затрат страны. Но по устной договоренности Крыма такая участь не постигнет. Эвелина Велошапко, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ. Крыму планируют построить 295 фельдшерско-акушерских пунктов за 5 лет. Будут потрачены бюджетные средства и деньги инвесторов. ФАПы построят в рамках реализации народной программы развития Республики Крым. Это федеральная целевая программа, которая предполагает строительство 49 фАПов. Второе – это использование возможностей других федеральных и республиканских программ, а также программ межрегионального сотрудничества. Это инвентаризация всех фАПов с целью оценки степени бедствия и включения в программу развития здравоохранения на 2016-2020 годы с целью реконструкции, строительства или капитального ремонта ФАПов. Для сельского населения нормальное функционирование фельдшерско-акушерских пунктов – это один из самых жизненно важных вопросов. Сейчас в Крыму есть только 504 ФАПа, при потребности в 799, отметила председатель комитета госсовета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Наталья Маленко. И практически все они находятся в плачевном состоянии. Текут крыши, трубы, нет отопления. Еще одна проблема – пожилой возраст работающих там сотрудников. В основном это люди пенсионного возраста, со стажем работая от 25 до 40 лет на одном месте. Шприцы, бутылки, мертвые вороны, кости, груды мусора на детских площадках в парке поселка городского типа Грэсблис Симферополя. Местные жители не видели дворников с нового года. В парковой зоне Грэса установлены сразу две детские площадки. Обе в хорошем состоянии, но из-за огромного количества самого разного мусора небезопасны для детей. Вот сейчас вышли с ребенком погулять на площадку. Не можем найти место, где нам пристроится. Везде мусор, очень неприятно. Много и бытовых отходов. Кроме того, продукты жительности наших животных везде разбросаны. Приехали в гости к родственникам с Петербурга, да, Вика? И были в шоке, потому что летом была чистота, и все было убрано, все зеленое, да, и все мусорки были. А сейчас, посмотрите, кошмар. Вот шприцы валяются, а собаки в песочницах. Конечно, в Петербурге такого нет. Это надо все контролировать, чтобы все убирали. Урны на площадках есть, но места в них никогда не бывает. Забиты не упаковками от кукурузных палочек и соков, как и положено в зоне отдыха детей, а пустыми бутылками из-под алкогольных напитков. Я каждое утро иду на работу. Я где-то в 7, минут 15-8 утра иду. Постоянно эти урны, вот здесь такой срач. Уже заполненный суток? Да, да. А уборщиков когда-то видели здесь? Здесь, ну, в том году видел, бабушки убирали, а в этом году еще ни разу ни одного не видел. Такая ситуация во всем парке, не только на детских площадках. Люди, похоже, к этому уже привыкли. Мусоры на скамейке и под ней, и возле. Первая зелень и пакеты – давние соседи. Любопытно, что только парковую зону игнорируют дворники. На придомовых территориях чисто, урны регулярно опустошаются. ЖЭК отправляют в город, в городской совет. Городской совет тоже никаких действий не производит. И мы стали заложниками такой ситуации. Дети гуляют, дети играются во всем этом. И как нам дальше быть, куда нам дальше стучать, мы просто не знаем. Городские власти заверили, завтра дворники уберут все то, что накапливалось в парке месяцами. Причем работа начнется уже прямо с утра. Объяснили, почему уборщики раньше не занимались своими прямыми обязанностями. Не был заключен с ними договор. Татьяна Ханкота, Роман Ананиев, Служба новостей и ТВ. Крымские троллейбусы снова модернизируют. Машина на третьем маршруте. В Симферополе оснастили GPS-навигации. А один из этих троллейбусов вообще демонстрирует настоящие чудеса для водителя и пассажиров. Самый модернизированный троллейбус Крыма ездит по Симферополю. Его маршрут – Балаклавский рынок, Кольцо Свобода. В салоне вроде все как обычно, но это пока машина стоит. Как только рогатый трогается с места, на экране у кабины водителя появляется бегущая строка с названием «ближайшей остановки». А потом звучит сообщение. Пока ни в одном другом троллейбусе Крыма автоматического объявления остановок нет. Номер 4341 руководство Крымтроллейбуса выбрало для участия в пилотном проекте по испытанию сразу нескольких функций спутниковой аппаратуры и видеорегистраторов. Центр управления в кабине водителя. Аппаратура российская состоит из трех частей. Навигатор, видеокамеры и на дверях стоят датчики, считают, сколько входит, сколько входит людей. Навигатор показывает выпуск, маршрут какой, расписание по остановкам. Датчики, которые подсчитывают вошедших пассажиров, установлены над дверями. А на специальном экране, опять же в кабине, водитель видит то, что происходит в салоне. Заходят пассажиры и оплачивают, кто видно, кто платит, кто не платит. По микрофону объявляют, чтобы проходили оплачиваемые проезды или выход через передние проезды. Спутниковую аппаратуру можно настроить еще на множество функций. Например, сделать трансляцию правил поведения в салоне и объявление о своевременной оплате. А в кабину водителя поставить датчик, который работает в комплексе с другими установками, как алкотестер. Система спутниковой навигации предусматривает вообще очень много функций, в том числе и функции тревожной кнопки. В данном случае речь идет о тех дебоширах или хулиганах, которые, конечно же, есть в троллейбусе. Слава богу, это достаточно редкость, но тем не менее она есть. То есть, если водитель нажимает тревожную кнопку, то наряд полиции должен быть. Но пока даже объявление остановок и датчик подсчета пассажиров – лишь эксперимент, итоги которого руководство Крымтроллейбуса подведет в марте. Но то, что оставят в машинах наверняка – это система GPS-навигации. Во-первых, оснастить ими общественный транспорт – одно из требований российского законодательства. А во-вторых, так можно вычислить, что происходит на троллейбусном маршруте. Любая задержка машины видна на этом мониторе в Центральной диспетчерской Крымтроллейбуса. «Опаздывает троллейбус, не опаздывает. Простой какой-то где-то. И все мы можем посмотреть до секунд. То есть минуты, секунды, где, как, на какой остановке, данный троллейбус какой. И любой номер троллейбуса, все у нас тут видно на карте. Выясняем у диспетчера конечной станции, что конкретно. С водителя. Может там всякие шеи обрывают, и авария, и заторы на дорогах. И все мы это выясняем». Системой GPS-навигации уже оснастили троллейбусы 1, 3, 4 и 12 городского маршрута. Светлана Квитко, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ. Почему на Украине идет братоубийственная война? Кто ее развязал? В Симферополь приехал украинский политолог Ростислав Ищенко. На встрече с крымчанами в Международном медиаклубе «Формат А3» озвучил свое мнение. Предсказал будущее бывших соотечественников, жителей Крыма. По словам политолога, Украина для России – самая важная точка на карте и наиболее уязвимое место. Там живут миллионы русских. Созредоточено около 40% промышленности бывшего СССР. Но самое главное – она является свеждующим звеном с Европейским Союзом. Если на Украине начнется хаос, серьезно подорвутся позиции Российской Федерации. Это выгодно американцам. Конфликтовать с Россией напрямую они не могут. Ведь если две ядерные державы применят свое оружие, Земля станет мертвой планетой. Поэтому действуют через Украину. Конфронтация двух мировых держав началась в 2000 году. В 2014-м перешла в режим военных действий. Понимаете, вот этот вот год будет очень сложным, очень тяжелым, очень напряженным, в том числе и в военно-политическом плане. А территории и население, собственно, Украины, он, скорее всего, принесет очень много проблем и жертв. И я неоднократно говорил, могу еще раз повторить, что думаю, что то, что было до этого, окажется еще дискреберой в песочнице. Таков был этот день глазами наших журналистов. Со следующей недели для вас в этой студии будет работать мой коллега Денис Симоненко. А прямо сейчас Тарас Брезицкий вам расскажет о новостях спорта. Денис Симферополя Это уже цвет идет бокса, понимаешь, в этом месте. Они уже почти подходят под мужчин, да. И очень много сейчас вот ребят, которые в самородках ездят, которые выходят. Исаки, Бокчизарай, да. Евпатория, да. Это уже люди, которые пришли сейчас в бокс, новые, новые боксы, ботыбоксов. И я скажу одно, что, понимаешь, у этих ребят большое будущее еще есть. Видно сразу по стилю бокса, как он работает, понимаешь, на ринге, да. Видно сразу. В финале весовой категории 60 килограммов на ринге встретились чемпионы Крыма прошлого года и участники чемпионатов России Эрнест Юсуф и Айдер Давлетов. Для последнего этот бой стал вторым на турнире. В полуфинале Айдер оказался сильнее Даниера Максудова из Бахчисарая. А в решающем поединке ученик Бахтияра и Руслана Аджимуратовых также не оставил шансов противнику. В последнем раунде Юсуф перенес нокдаун и лишь финальный гонг спас Эрнеста от досрочного поражения. Этот бой был намного легче, потому что в том бою я дал приближать сопернику, чтобы он приблизился. В этом бою я работал хорошо на ногах, исправил, считая свою ошибку и бил повторами, то есть раз-два, раз-вот-три комбинациями своими. Яркий финал зрители увидели в категории 64 килограмма. Муса Мусаев боксировался Джасаном Кефиловым. Боксеры держали зрителей в напряжении с первой до последней минуты. Спортсмены выбрали открытую тактику обмена ударами. Во втором раунде Мусаев побывал в нокдауне, но в перерыве собрался с силами и переломил ход неудачно складывающегося поединка в свою пользу. Золотая медаль первенства Крыма оказалась первой для перспективного боксера. Я очень старался, было очень трудно. Много пропускал, руки отпустил. Главное всегда держать руки на месте и все. Тогда гарантирую эту победу. Я более правильно боксировал. Он очень много неправильных ударов не бил по затылку. Ему почему-то замечания не делали. Еще один лидер возраста юниоры Садык Дерман из Симферополя. В финальном бою категории 69 килограммов чемпион Крыма встретился с бахчисарайцем Глебом Мухиным. Всего несколько секунд понадобилось Дерману, чтобы подтвердить свое превосходство в классе. В первом раунде Мухин пропустил несколько мощных ударов, один из которых оказался в последнем в бою. Я был лучше и физически, и технически был собранный. Но все равно как бы боем не очень доволен. Не выполнил то, что просил у меня тренер. Начал драться с ним. Думаю, через две недели будет чемпионат Крымского федерального округа. Думаю, там нужно будет показать на все, что я способен. Так как будет формулироваться сборная на чемпионат России. После проведения чемпионата Крымского федерального округа тренеры определятся с составом сборной республики, которой предстоит дважды представлять Крым. В российских соревнованиях в мае пройдет чемпионат страны, а в августе всероссийская спартакиада юниоров. Тренерский штаб сборной Крыма по кикбоксингу определился с составом. На чемпионат России в Подмосковье отправятся 11 кикбоксеров, 8 взрослых спортсменов и 3 юниора. Все они обладают высокими спортивными разрядами, неоднократно подтверждали свой класс на чемпионатах Украины и уже успели громко заявить о себе в российских и международных турнирах. Однако чемпионат в Серпухове новый и пока самый важный этап в карьере крымчан. Даже не может конкурировать, потому что выше уровень, чем на чемпионатах мира, на самом деле, и Европы. Целую неделю идет чемпионат России, потому что такое большое количество участников и все мастера спорта, мастера спорта международного уровня. Постоянно у них обновляется состав, потому что очень огромная конкуренция. И потому, конечно, мы первый раз едем на чемпионат России, посмотрим, что с этого выйдет. Лидеры сборной Крыма и первопроходцы республики в российскую команду Владимир Олейник и Любовь Белякова. В прошлом году в Алуште они произвели впечатление на тренерский штаб в спаррингах, одержав победы над первыми номерами России. Затем в Бельбао Олейник стал чемпионом, а Белякова заняла третье место. Опыт крымских сборов теперь должен сыграть на руку медалистам континентального чемпионата. Ведь тогда они познакомились с манерой своих будущих конкурентов. У меня соперники в основном будут высокие, поэтому мы работаем под высоких соперников. Апцент надо делать на встречной, с рук, ногами больше работать, так как раздел лоу-кик. Владимир Олейник в Алуште неожиданно для тренеров сумел победить действующего чемпиона России. Александра Чернышева крымчанин нокаутировал уже в первом раунде. Теперь Олейник готовится к тому, что удивить противников не получится. К нему как к лидеру тяжелой весовой категории будут готовиться. Но у Владимира есть рецепт успеха. Я видел, ну, так предполагаемого своего соперника, ну, как я считаю, главного конкурента. Это, ну, спортсмен из России, Рагим его зовут. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, с ним встретимся в финале. Есть определенные наработки. Мы на сборах, ну, там, проводили совместные спарринги. Ну, немножко, как бы, знаю его. Вот. Будем стараться работать под него и что-то навязать свою технику, свой рисунок боя. Для Олейника спортивный сезон не ограничится соревнованиями по кикбоксингу. В Севастополе он проявил себя и как один из лучших представителей муэй-тай, или тайландского бокса. Скоро Владимир отправится на родину этого вида спорта, на чемпионат мира. Отметим, Симферополис уже обладает титулом лучшего на планете муэй-тай. Комиссия УЕФА посетит Крым 5 марта, заявил министр спорта России Виталий Мутко. Напомним, ранее визит европейских чиновников был запланирован на 18 февраля, но проверку перенесли на весну. Делегация экспертов УЕФА проводит в республике день, а не три, как ожидалось ранее. В ходе визита комиссия проверит футбольную ситуацию на всех уровнях – детском, юношеском, молодежном и профессиональном. Также чиновники помогут решить вопрос, касающийся статуса крымских футболистов, которые раньше лишились возможности играть на профессиональном уровне. Мутко заявил, что скоро в республике должна быть официально зарегистрирована новая федерация футбола, которая объединит крымские и севастопольские команды. Организация будет заниматься проведением футбольных чемпионатов на детском, любительском и профессиональном уровнях. По предварительным данным, титул чемпионов Крыма среди профи будут разыгрывать 8 клубов, каждый из которых должен иметь детскую академию. УЕФА возьмет турнир под свой патронат. Уже сейчас к дебютному чемпионату готовятся клубы «Скиф» и «СКЧФ». Последний пробовал свои силы в зоне юг чемпионата 2-го российского дивизиона, но прекратил выступление после запрета УЕФА в участии крымских клубов в любых российских турнирах.